друзья всем привет всем хорошего дня начнем с чего с того что не попала на камеру хотелось бы поснимать но просто не было как бы сказать и времени и возможности да а может быть не было желание скажем так да в общем что собрал такую косилку здесь что она была раскомплектована так но редуктор редуктор это я один из двух собрал оба были на одном были подшипники рассыпаны на другом сработались которые детали должны работать части не дайте здесь у нас труба которая была из-за зона вот я хочу сказать что тут втулки которые были внутри они были резиновые и я смотрю в интернете каких выбивать там был пластика здесь были резиновые и я их в общем начал выбивать до середины примерно добил вот здесь где-то вот вот здесь начала труба сдуваться не получилось их выбивать и я их короче горел трубу газом огнем эти втулки выжигал потом вытрусил их оттуда чтобы вставить то что мне надо да вот с утра хотят ласки ну косилку уже испытал иду за травой для овечек когда покупал овец были одни мысли сейчас в общем на деле совсем другое там всегда ожидание и реальность думал тут загоны по делу как бы но мечта еще есть пока еще не перегорела это уже хорошо у нас ярко светит солнышко низко шикарная погода скажу вот по ночам уже очень прохладно спать очень хорошо вот вчера новой косилкой накосил травки вот я каждый получается каждый вечер кашу на следующий день траву каждый вечер одно и то же вообще трава на самом деле не успевает расти трава низкая очень все скашиваем отдаем овцам этот участок у меня ставлен под пар там от цветочки ужасно друзья засыпать и просыпаться и каждый раз думать о стройке засыпаешь думаешь там все сделать как вот просыпаешься вот хризантем ки наши тот вот такие вот шикарные красивые ранние здесь даже некоторые засыхают так надо полить ой-ой-ой надо сейчас включить полив пускай весь день поливается поливаем не только хризантемы но еще поливаем и малину в общем некоторые цветут некоторые нет земля ужасно сухая ужасно сухая вас больше месяца наверное нету дождей и земля высохла дальше некуда поэтому надо поливать весну полгода скажем заливала до топила болото было зима не просыхала теперь все сохнет засыхает я даже на инжир кинул полив так что сейчас включу пускай все это поливается инжир который был замерз весной но если бы не замерз уже были бы большие плоды на нем это но они еще зеленые они успеют созреть мы в этом году еще успеем их покушать вот как бы есть есть плоды вот есть и клубничка немножко груша поздняя груша она еще будет наливаться она еще маленькая ну ее тьма тьмущая как бедное дерево выдерживает просто просто тьма тьмущая это груша уже все там парочка груш осталось надо уже убирать кукурузу уже можно но обычно играть когда качаны вниз висят ну качаны стоят пучком по два по три качана на одном этом на одной как сказать на одном стебле хорошая кукуруза в этом году это малинка склонилась до земли вот ей сейчас тоже хорошо малины много будем рассаживать морковочка дальше свекла здесь был картофель это до это после а может быть и такой вариант ну цветочек такой же самый у тебя-то подросли до скоро уже перья появится на хвосте уже там что-то пробивается а этих утят уже двоих съели уже летать учатся надо их срочно кушать пока не разлетелись да чё перышки растут новые да это совсем лысый был это мама утка сливы начинают уже созревать падать вот их мало но они есть слава богу а и и так это дверь друзья я вокруг ее расковырял откос до или как это правильно косяк дверной этот вот у меня получается от эта сторона вот этот угол просел вниз и дверь здесь от не закрывалась я уже там подстругивал подпилил сейчас от прекрасно закрывается чем получается вот здесь вот я нашел где гвозди были резкость наводить вот в общем ну вот гвоздь ниже в общем я не стал расковыривать дверь ничего вот здесь вот я болгаркой напротив разрезал и снизу монтировка этот угол приподнял там было место куда его поднять вот но теперь здесь будет бетон пол засыпанный не пустой я надеюсь что уже это не будет садиться вниз дверь на как бы проблематично и было всегда и вот здесь тоже эта дверь тоже кстати вот она здесь придется вот эту часть просто открутить убрать пену и приподнять здесь в общем сейчас немножко такие последние штрихи косметические скажем так в общем надо разобраться с дверьми и будем заливать пол поэтому пол уже и воды сюда много вылил и топчемся я думаю утрамбовали его хорошо так друзья сейчас немного поплачусь можно так сказать да в общем все а пробил колесо на велосипеде сейчас от каждое утро подкачиваю лень пока его клеить но это не самое обидное поменял датчик на машине дмрв датчик воздуха дальше вот у меня там короче подсасывает воздух воздушный патрубок там как бы сказать трещина на нем новый патрубок купить проблематично почему-то вот именно с патрубком проблема и я его попытался замотать изолентой замотал вроде бы это самое а он за ночь изолента так просила в общем влезла в эту трещину в общем толку от нее нету хотя вроде бы с запасом то все старался сделать дальше так никого нигде вот так вот жить друзья станицы но может на себе да едешь велосипеде никого никого сзади никого спереди никого тихая тихая спокойная жизнь ну хотя машина есть в каждом дворе иногда даже по две машины в общем что вчера поехал в полоску ну и начал обгонять машину ну медленно она ехала реально и в общем переключился на четвертую скорость дал газу двигатель в разнос машина не ускоряется я думаю на вторую передачу включил быстренько нам переключаюсь опять газу машина не ускоряется в общем принял вправо немножко там короче сцепление начало меня буксовать сцепление надо менять сцепление так что на днях забуду заказывать запчасти автомобиль короче не столько на нем ездишь сколько ремонтируешь достал если честно это трасса федерального значения хотя если честно бывает подъезжаешь к перекрестку и в реально машины движутся что ждешь пока все проедут почем нынче цемент 550 что ли мне кто-то рассказывал что в европе нету фасовки 50 килограмм только в россии 50 там 335 у нас есть по 50 раньше было даже по 70 когда тогда были сильнее просто на мужчины видишь они жалеет своих мужчин чтоб тяжести не поднимали так купил цемент машину в ремонт на днях отгоню несколько дней друзья выпадала жизни спина болела не знаю почему мы где-то продуло с казняком думаю этот может нанять полу залить кого-нибудь уже не хочу а в десятку тоже 6 мешков брали то наверно брали не знаю и в салон можно грузить я по-моему 12 мешков грузил машину не в этого это первый раз только нагрузил выломали початки убрали кукурузу как бы даром времени не теряем листва еще немного зеленая но початки уже все сложили в пустую клетку ой пускай просохнут потом перри перемелем утки совсем уже взрослые уже не отличишь маленьких от больших да вам чего трава есть у вас уже по пояс травы на земле в машине вот вот этот датчик поменял сразу за воздушным фильтром стоит вот здесь вот патрубок вот здесь он был короче лопнут его замотали такой изолентой тканой ну я ее короче ту за ренту снял попробовал замотать обычной изолентой она провалилась в трещину в итоге еще я нашел патрубок то вот тут металлический патрубок сейчас внутри получается здесь разрезали до конца эту трещину вставил металлический патрубок примерно на 70 тоники там такой нашел и два хомута затянул сейчас как бы все нормально и вот проблема найти вот этот патрубок новый при найти это реально проблема но не тут у нас короче только если заказывать напрямую из германии почему-то так и стоит выйдет он в цене больше 30 тысяч вот так вот но я сейчас скажу я примерял с десятки подходит идеально даже вот эта часть подходит вот то есть здесь вот вот она кусочек такой даже здесь напротив становится но единственный момент здесь вот еще сзади еще один выход еще одна трубка выходит на десятки такого нету и не знаю может самому можно сконструировать но в общем что-то придумать впаять как-то врезать а так вот его можно сюда поставить но этот на холостой ход идет поэтому без него тоже нельзя единственное думаю что может быть здесь угол может не совпадать вот этот если вырезать самому так что такие его дела с машиной тоже возимся это вот тоже для нее родимой она у нас на данный момент больше всех потребляет денег ну короче это сцепление в сборе скажем так это выжимной подшипник дальше корзина то есть непосредственно сам диск сцепления в общем все все в сборе так что на днях тоже это будет меняться скучать друзья совсем не приходится достался полтора мешка цемента осталось из того что привез докупить придется еще примерно столько же вот а штукатурки осталось четыре мешка же то есть перепугу набрал много спина реально так вот несколько дней давала мне жизни как говорят у нас в общем ну болела так не знаю после чего так что я немножко пришлось некоторые дела свои отложить выполнять их в умедленном темпе вот ну на работу я ходил вот лечился купил мазь деклофенак пособирал что где какие дома весь металлолом в общем положил обрешетку все как положено заливаю так вот кусочками кусочек утром кусочком в обед вечером чуть-чуть совмещаем с работой здесь атакует плинтус карниз карниз такой под потолок прикрутили и 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Бывает еще два кусочка. На такой печальной ноте у меня закончился цемент. Вот эта вот часть залита. Вот остался проход в другую комнату пока еще. Тут у нас в обувь переобуваемся. И вот тут еще кусочек. Вот я начал лить. Вот осталась, можно сказать, третья часть где-то. Меньше половины, это точно осталось. Ну это моя нескончаемая куча песка. Здесь песок, гравий, ракушка, все вперемешку. Вот помните, да, там я... Я даже не помню, сколько лет назад я покупал эту машину песка. Года четыре назад, наверное, если не больше. Вот. Но осталось здесь немножко... Трава поднялась. В целом у меня здесь травы, конечно, ну... Можно сказать, что зарослей никаких нету, травы нету. Вот она, земля виднеется. Вот это чисто на песке. Хотя я косил все одновременно, на песке вот поднялась перей. Вот я выбираю здесь корни, вот такую кочу. Корней на выбирал. И вот сейчас гадаю. Тут на самом деле, ну вот... Наверное, сантиметров 50. Привет, барсик. Может... Ну, немного. Осталось, я гадаю, хватит мне или не хватит. Что там ищешь? Ой. Сегодня было хорошо. Сегодня было хорошо. Где ты была? Малышке. Сегодня была новенькая. И еще две новеньких. Ну, у самолетки. Была... Опа. Сегодня какая-то две Вианики. Ну, из моего садика какая-то еще там была Вианика. Она пришла с одним костиком вот так. Со сосками в волосанках. Я люблю маму. И пришла Алиса из моего садика. А ты не хочешь, малышок? Хочу. Хочешь? Там еще два места осталось. У тебя уже школа. Там еще два места осталось. Могла брали спидишься. Да. Мы дали домашнее задание. У меня уже садик. Мы тут сказали восклазить щечки и дождик. И певый яд. Вот это мы домашнее задание. Вот тут мы все сделали. Пали, короче. А, там два листочка. Потому что она уже уехала. Красиво у тебя получается. Таечка, ты умничка. Ты старалась нам, да? Прям как Алиса. А, тут, короче, один разукрасить два, значит два. Да, и тут цвета какие. А, еще каким цветом, да? Таким единички каким. А, что вы тут делаете? Сидим, ждем. Ждем поездное. Ядя в Чувашии. Это не наш. А то, наверное, наш. Там, в другую сторону. Там, где нет его еще. Это старый вокзал. Тихорецкая. Как там песня? На Тихорецкую состав отправится. Вот это наш. Он что встал? Едет. Едет? Едет. Не спеша. Что-то не похоже. Он по времени просто раноше времени. Поэтому медленно. Ему же надо время свое выработать. Донал на еду. Донал на еду. Продолжение следует... 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 Так, не мочитесь, не мочитесь, не мочитесь... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...